и так ну что ж ариару мои маленькие любители покушать и космических путешествий у микрофона как всегда ваш покоруслугам амору и это великолепная игрушечка факторио самому красторио 2 и space exploration за кадром как я люблю это говорить и всегда об этом говорю произошли кое-какие маломальские каком-то смысле изменениям первое изменение которое коснулись здесь это то что я вот здесь вот на орбите получается приготовил небольшое производство модулей продуктивности они нам потребуется для производства а также я начал подготовку к тому чтобы в этой серии мы могли с вами начать производство вот этих вот великолепных железных слитков и производить мне их потребуется чем больше тем лучше я не хочу считать сколько именно мне потребуется я хочу сделать конечно же в первую очередь по максимуму по сути у нас рецепт не такой уж и большой как казалось бы здесь мог бы происходить нам на исходники потребуется железная руда плюс серы и вода а выход мы будем получать обогащенное железо и все это будет происходить всего лишь десяти химических заводов значит мы этих сможем заводов разместить здесь большое количество единственный нюанс то что здесь появляется нас помимо всего прочего вода к сожалению она получается грязная как я вижу здесь еще очень много всего интересного может получаться с помощью этой воды но по-моему самый простой способ мы ее будем сжигать она мне по сути не нужна и по-хорошему от нее нужно будет избавляться но это сейчас мы конечно же решим первоочередная задача это наладить производство вот такая вот система получается по крайним линиям идет сама железная руда она должна будет сейчас помощью вот таких вот манипуляторов погружаться в химические заводы а вот здесь это вся руда должна будет отсюда вот прямиком выгружаться на ближнюю сторону и все это заработает как только мы сюда во первых подведем воду и серную кислоту пока что с трубами напряженка но они скоро подведутся но и также останется сейчас разместить все необходимые манипулятора но и надо не забыть то что эти все 10 химических заводов будут выкладывать на целую линию то есть пять из этих манипуляторов мы здесь меняем на способ выгрузки на ближнюю сторону и останется сделать то же самое с другой стороны и на выходе мы будем иметь целых два полностью заполненных быстрых конвейеров не мешало бы пожалуй еще таких цехов разместить поболее возможности тем более у нас не ограничено в этом плане все это обогащенное железо мы сейчас будем допустим на вот это вот станции загружать то что нам все равно это все отсюда безобразие вывозить вот 6 линий получается объединяется в общий склад пока что я сейчас ограничу на всякий случай если что-то вдруг пойдет не по плану и осталось дождаться когда все дроны смогут достроить и вроде у нас пробелов по дрон станции нет и это все должно успешно получиться а тем временем пока это все достраивается я конечно же займусь тем что выведу отсюда всю грязную жидкость ставлю сюда помпу и допустим это вся жидкость собирается в один гигантский резервуар также я хочу чтобы это не просто собирала здесь хоть я и согласен то что легче всего было бы это сжигать но если есть такая возможность перерабатывать отсюда всю грязную воду то почему бы ей не воспользоваться допустим у нас есть несколько способов ее переработки мы можем ее пускать в обратку и получать отсюда железную руду с десяти процентным шансом а также будем получать отсюда воду учитывая как далеко нам сюда приходится возить воду аж вот отсюда хотя мне плохо было бы где-то здесь поближе сделать бассейн я думаю вот этот вариант с переработкой грязной воды это очень даже классная идея давайте есть сейчас и пользоваться то есть получается у нас здесь размещено 60 вот таких вот химических заводов и для переработки этой всей воды всего нужно 10 фильтрационных заводов это какие-то копейки давайте это все и размещать для начала я пожалуй настрою всю логику здесь вот то что эти помпы должны включаться когда воды в резервуаре меньше 150 тысяч то есть в приоритете будет закачиваться вся вода вот из этих фильтрационных заводов которые я здесь разместил и останется лишь мне сделать небольшую такую сортировку отсюда по сути здесь будет очень мало идти железо и камня поэтому никаких трудов не не составит все это единой линии конвейера пустить конечно же камень мне по сути не нужен здесь его я думаю что буду уничтожать а вот железо как я уже и сказал пойдет в обратку я понимаю то что это какие-то крохи ресурсов поможет мне сэкономить но тем не менее все таки поможет если тут какие-то будут проблемы с транспортировкой сюда железа то придется наверное это все перестраивать ну ладно это будет уже потом сейчас мне останется дождаться когда дрона смогут все нормально расстроить наконец таки здесь уже неплохо фильтрация полностью запущена ну давайте тестировать запускаю здесь дополнение обогащенным железом начали химические заводы работу и по идее все идет так как не нужно сейчас переработка должна начать работу и все будет замечательно мы производим 500 грязной воды из этого делаем 450 единиц обычной воды в итоге у нас будет вода все-таки убывать но она будет убывать гораздо медленнее нежели без этой функции меня такой вариант вполне устраивает и вся эта система более чем замечательной работы можно сказать то что одну часть обогащения мы выполнили теперь останется всего лишь ничего сделать расплавленное железо как раз здесь понадобится пера флюс которую мы с вами уже делали я его скамара уже приспособился и в бочках упакованный доставляю на наивис но этот процесс идет очень не быстро я надеюсь тут соотношение правильное и вот это вот количество мне должно хватать и если вдруг мне не будет хватать пера флюса то мне наверное придет сюда еще летать и увеличивать вот этот вот цех потому что он как раз является узким горлышком я так понимаю его я смогу расширить без проблем ведь ресурсной базы в более чем хватает здесь сейчас я пущу здесь поезд которую бы мне вот это все обогащенное железо поставлял бы сюда и здесь мне нужно будет заняться переплавочкой по сути туда ужаса все просто не нужно будешь промышленных печах они в обычных использовать вот этот вот рецепт и останется лишь мне произвести необходимые расчеты то есть 18 печек будет у меня в одном ряду из всего этого я буду получать свое дорогоценное расплавленное железо а потом уже в литейных машинах буду это расплавленное железо переделает железные слитки эти две схемы будут до ужаса простые а кстати я только сейчас заметил получается расплавленное железо это жидкость сейчас такую тупость сказал ну конечно расплавленное железо это жидкость но странно почему она будет размещаться опять по обычным трубам они термозащищенным но и да ладно сейчас нужно заниматься производства непосредственно но немножечко перестроение завершились получается здесь ячейка завершена с расплавленным железом она вот так вот поступает конвейерами парафлюк здесь появляется насчет него я тоже уже слетал и увеличил его производства но об этом чуть позже и вот так вот расплавленное железо собирается здесь в единый контейнер который уже заполнился на сто процентов это железо должно идти вот вот в эти все цеха литейных машин которых здесь размещено 700 штук но и это не предел ведь если мы будем смотреть вот здесь вот в производствах этих литейных машин нужно всего 134 штуки а ой а почему-то мне казалось что их нужно больше тысячи надеюсь ничего страшного в этом нет пусть их лучше будет больше мы сейчас любом случае запускаем вот этот поезд раз постепенно вот эти все литейные машины будут заполняться и будет также заполняться вот это вот складирование мне же останется вот этот взять и отправлять все в космос если мы посмотрим здесь более внимательно то у меня закончились абсолютно все сожалению вот эти вот ячейки и для расплавленного железа придется еще одну вот такую же ячейку делать но это должно было произойти рано или поздно надо сейчас для начала проверить будет ли это все система работать не будет и дальше уже от этого отталкиваться в идее расплавленное железо сюда попадает литейную машину загружается и посмотрите процесс пошел как замечательно там понемножечку с литочки должны были уже начать идти сейчас мы должны здесь наблюдать я надеюсь на 134 печки это всего 05 то есть я могу одной трубой запитать всего 300 штук этих литейных машин немножечко я провафлился и здесь нужно больше пускать но ничего пусть это производство существует как памятник моему дебилизму что вот эти вот выплавленные слиточки успешно здесь пошли складируется не останется здесь дождаться когда они произведутся плюс-минус нужном масштабе сделаю сейчас наверное где-то вот здесь вот свободное место есть еще одну ячейку по доставке и уже от этого будем отталкиваться и встретимся с вами когда я уже буду готов отправлять эти слиточки прямо на орбиту и вот практически готова по крайней мере я сделал здесь доставочные пушки которые доставляют наши железные слитки прямо на орбиту останется лишь сделать специально здесь место и назначить им чтобы они сюда могли все это доставлять я по сути уже нахожусь на орбите и меня отделяют какие-то буквально минуты от того чтобы как можно быстрее перейти в режим производства новых производственных пакетов я понимаю то что слитков у меня не так много как хотелось бы но тем не менее и этого количества мне будет более менее хватать по крайней мере я уверен что у меня хотя бы это в автоматическом режиме запущены и этого мне хватит на первое время чтобы в приоритете выйти на изучение вот это вот технологии пока варсу для того чтобы наконец-то начать производить ядерные реакторы следующее что мне здесь нужно это вот эти вот модули продуктивности они уже имеются и производится здесь это не проблема сюда подведем дальше уран-238 у меня на наивисе уже сделан и готов к отправке а именно он вот здесь вот и сейчас нужно лишь настроить после урана следующий компонент это вулканический кирпич он находится на другой планете но и его мы тоже можем отправлять получается первые четыре ингредиенты есть данные о машинном обучении тоже имеются и с одними проблем по идее быть не должно надеюсь они у меня находятся вот здесь вот их просто нужно будет отсюда вывести по-хорошему помощью вот этих вот систем я это сделаю так же как и наверное вот с этой вот системой тоже я их объединю и как-то вот здесь что они пойдут у меня дальше это не проблема это у нас готова и останется последний лишь ингредиент который необходим это поток плазмы по-моему он как-то легко делается нам нужен литий и химический гель хорошо что литий у нас уже готов а химический гель мы уже по моему здесь где-то производим ну или по сути можем начать производить биохимический центр нам нужен и нужно 20 генераторов плазма генераторы плазмы делаются из космических труб это все немножечко усложняет но не критично и сейчас нужно их здесь вот подготовить и сделать вот так вот выглядит вся схема с плазмой здесь я делаю химический гель он складируется буферизуется и дальше по проводам идет в генератор плазмы насколько мне известно что плазма это просто другой агрегат на состояние вещества где молекулы движутся невероятно быстро и причем здесь химический гель и причем здесь литий я не особо понимаю ведь насколько мне известно плазма может быть изготовлены из любого материала просто вопрос в температуре но если факторка говорит нам сделать так кто мы такие чтобы этому противоречить по идее у меня здесь все готово хорошему мне останется этот пояс запустить надо не забыть конечно же в этот поиск который я сюда отправил для лития запихать все необходимые улучшения но пока что я думаю он и без них успешно поработает сейчас тут небольшой нюансик у страницы и литий уже сможет сюда заставляться а значит я смогу успешно начинать производить новые по сути колбочки а вот и начала генерироваться плазма в расчеты врать не могут и по идее у нас должно быть все готово а значит я размещаю здесь всего 4 космических фабрики на производство назначаю рецепт и подвожу сюда все необходимые компоненты ну и все последний необходимый компонент это выгрузка и останется лишь сделать так чтобы это все успешно вот так вот стекалась по одной или единой линии и допустим какой-нибудь вот такой вот красный сундучок сюда загружалась готова и вот они ха-ха-ха так стоять я не ожидал такого и здесь тоже есть побочка в виде бесполезных карт памяти но сейчас это можно решить по-быстрому небольшой сортировочкой вот и пошел процесс производственные исследовательские пакеты начали складироваться я считаю что это победа мы к этому действительно очень долго шли и я невероятно рад что это наконец-то произошло это буквально в корне меняет весь наш геймплей я сделаю здесь как и в принципе везде запрос этих исследовательских пакетов в количестве 200 штучек и теперь я наконец-то наконец-то могу начать процесс обогащения каварекса а значит я могу начинать делать ядерные станции и наконец-то отказываться от такого гигантского количества размещения солнечных панелей не спорю солнечные панели это классно это супер это мега офигенно но есть нюансы которые с ними связаны они требуют первое гигантское пространство например в космосе где у нас это пространство ограничено их использование затруднительно также и на других планетах допустим возьмем тот же дракет с ним у нас есть определенные связанные трудности если захочу расширяться то кусаки мне это просто не позволит посмотрите какие здесь полчища единственный вариант мне компактности здесь размещать ядерный реактор который спонсировать ядерным топливом гораздо гораздо легче нежели постоянно надеяться на солнечной панели тем более что их может резко не хватить насчет ядерного реактора я буду всегда целиком полностью уверен есть конечно минусы ядерного реактора то что он требует гигантское количество воды и допустим на комаре то есть на вот этой вот безводной планете его не разместить но соответственно здесь придется выкручиваться солнечными панелями а здесь давайте попробуем воду я смогу разместить к сожалению даже тут его воду размещать не смогу это достаточно большая может быть проблема насколько мне известно здесь есть ресурсы водяной лед его можно использовать в качестве воды любом случае есть выходы и я думаю мы и рано или поздно их с вами найдем но пока на такой прекрасной ноте мы будем с вами потихонечку заканчивать их следующей части по максимуму стараюсь подготовиться к тому чтобы мы с вами могли начинать производство урановых топливных элементов и начинать строить ядерные реакторы хотя бы на наивите а ну а дальше мы с вами посмотрим ну и таком случае пожалуй пока что на этом все всем спасибо что смотрели у микрофона был как всегда ваш покорный слугам амору еще услышимся